Электричество обещали включить в час. Погода пасмала, она такая противная. Настроение не очень. А может быть просто вот спали. От отдыха тоже можно устать. Иду искать Сашу, узнать, когда он планирует за железом поехать до четвертой клетки. А то там фуром надо делать. Я просто хочу средство одно попробовать от мух. В перепелятники, в курятники набрызгать. Ну и дома. Потому что достали мне эти мухи. Сейчас вычитала средство прикольное. Что-то называется средство Агита. И что его надо на стены побрызгать в курятнике. И оно будет помогать от мух. Не знаю, помогает или нет. Но попробовать надо. Потому что мухи задрали, если честно. Где-то, наверное, Саша там в винограде. Пойдемте к нему. Я сегодня не сильно веселая. Такая уставшая. Поэтому вы уж все равно. Ставьте лайки. У меня настроение поднимется. Так, ага, он там. Что-то в винограде. А, он, наверное, подкармливает виноград с надеждой на грозу. Вот лучше бы вчера подкармливал. Я вчера сказала, что гроза будет точно. Сегодня тоже, по идее, будет. А если не будет, то побежим мы дружно поливать Сашкин виноград, чтобы корни не сожгло. А, Саш, подкармливаешь? Рискнул все-таки? Если что, побежим поливать, да? Вот будет забавно. Я пришла спросить, что, когда мы за железом поедем. Ой, я нашла земляничку. Ну, надо определиться. Я предлагаю, пока электричество не дали, съездить. А? Дети не ходят, не обдирают землянику вообще. Спалавались. Сидят там, играют. Я хожу и собираю остатки земляники. Смотрите, какой плоский. Ням-нямка. А еще? О, такие ягодки порой. Большущие. А у бабушек круче земляника. Она крупнее. Наверное, она просто у них прореженная. А мы вообще ничего с ней не делали. Как вырастили, так она у нас тут и загущается. Надо будет ее этой осенью размножить, ну, рассадить, то есть разделить кустики. Будет у нас много земляники. Да, Саш? Это капец. Включили электричество. Я переключила морозилку на этот, на электрическую сеть. А через некоторое время мы заметили, что у нас морозилка начала размораживаться. И Саша говорит, что кто? Компрессор не включается. Хотя показывает, что он типа включился. Поискали в интернете, что может быть. Он горячий, капец. Перегрелся. Может быть, когда включили, был скачок напряжения, нет? Не знаю, что это было. А? Не знаю, что это было. Короче, мог предохранитель отрубиться. Нет, нет, нет. И что делать? У нас сейчас все нафиг разморозится. Да. Ну, он капец горячий. И что делать? Он капец горячий. Перегрелся? Такое ощущение, что он перегрелся. Поэтому отключился? Ну, он должен ускоро доходить. И что делать? Подождать пока. Так у нас разморозится морозилка за это время. А почему он перегрелся? Что случилось? И Мася тут помогает. Генератор. А? Генератор. Из-за генератора? Угу. Генератор слишком много напряжения дает? Нет, напряжение он дает такое же. А что? А частота у него 60, не 50 Гц. И что? Надо ждать теперь? Что это заставляет двигателя вращаться быстрее? Ну, и дальше что делать-то? Ну, если защита сработала, подождать остынет. А если и нет? Если нет, то это мог погореть двигать. И что делать тогда? Нет, пока нет. А? Обалдеть. Почему он тут довольно погорел? А почему он мог сгореть? Ну, я тебе говорю, он повышенный с оборотами работал. Это время. Вот так вот. Так, а в прошлый раз мы его так же подключали, когда электрический... Недолго. Тогда электрический сработал не было. Так и в этот раз тоже не сильно долго. Мы же... С утра как включили, так и работали. А мы же не могли его размораживать. А почему, как сделать, чтобы он работал на генераторе? Может, что-то надо было сделать? Нет, генератор надо было на чистоту как-то надо было исполнить. А он сделан китайский на 60 Гц. И сколько ждать? Может, вентилятор поставить охладитель? Принудительно. Лизка неси вентилятор. Будем охлаждать двигатель срочно. О, давай мне вентилятор, а ты пока подоконник протри, уже очень грязный. А я уже подсчитала, сколько у меня листочков понадобится. Здорово, ты только, пожалуйста, протри подоконник. Угу. Каких листочков? Домик. А? Я же таких листочков домик не делаю. Твою делать с картонной, с плотного. Правда. Зато, видите, я стираю наконец-то. Вон ещё кинула стирку. На! Только тут, смотри, у него крышка слетела. Он, короче, пострадал во время грозы. Во время грозы, видела, сильно ветер думал. Хлобыстало этой, как её, дверкой. Хочу, вентилятор был на полу. На полу была ещё и вода. И мы его после этого не включали. А? Будем надеяться, что это просто защита с роботом. А-а-а. Поправь эту штуку. Её надо, как бы, это... Он покорёженный же уже, после лискиных падений. Да, давай. Двоечку включай, просто полную. Фигачит. Всё, Криса, подуй на двигатель. И чё, сколько ждать было? Полчасика? Она разморозится за это время. Вот, разморозится. А почему она не держит температуру? Температура, почему... Почему начала падать? Вот это вот, наверное. Чё, к чему? Вот эта щель мне не нравится. И всё равно щель, Саш. Вот здесь щель, и вон там щель. Ой, ё-мой, Фок. Чё за ерунда? Аукнулось то, что её ударили? Нет, тут подложены были. На пластиковый поруч. Из-за них? А как, сказали, что он... А он, говорит, выпрямляет. Ну чё-то он... Ничего там. ...вообще не выпрямляется. У нас запачканное мое, главное надо протереть. Ладно, сейчас заработаю, протру. А вам чё? Море по колено. Так, сидят, жрут. Какие мои. В одну-то вторую. Какой-то сегодня день неудачный, да, Саш? А? Надо ещё до СДЭКа доехать обязательно. Заказ сдать, и заказ получить. И Саше нужна Тара. Для его пивоварения. Там по дороге тоже в СДЭКе покупаем. А мне ещё пакетики нужны, у меня как раз кончились. Тоже там же куплю. И вроде надо видео помонтировать, вообще неохота. Настроение из-за морозилки совсем упало. А ну, с утра-то было не очень. Ладно, попробую, немножечко загружу. Вообще капец. Что заработало? Пошёл от него. Я слышу только стиралку. Ну, не падает хотя бы температура. Не теплеет. Ладно. А? Линя, утюгка сразу накрылась. Всё, заработало, да? Ну, всё. Выдохнули. Только пока не замораживает. Вот замораживает, она гораздо медленнее. Да? Да? Да что-то удача там вон какой-нибудь. Ты был здесь, но удача вместе. Тоня, что, да? Мама! Ну и что? Всё нормально. Аучки! Мишка, смотрите, как оделся. Выбрал, иди за горецом. Выбрал одежду для сна и ходит в ней. В губке Бобби. Да? Мама, показывает тебе наверх. Я его поднимаю, а он берёт в зоне. А? Ну, я бы на том месте ему всё-таки посоветовала одеться в футболку и шорты. А, Мишка? Чего ты в губке Бобби ходишь? Ладно, ходи. О, всё, минус один-один. Всё, закрывай. Работает. Я буду ходить, смотреть периодически. Мама, Миша говорит, Боба. Уменьшилась, уменьшилась температура, Саша, на одну десятую. Мама, Миша, Миша. Меня ещё интересует, внутри губка, если у нас... Мама, Миша, Миша. Нет, оно сильно горячим стало, пока оно работало на генераторе. Но я думала, это нормально. Я, короче, здесь же, ну, складывала эти кабачки, резала, слышишь? Левод здесь стояла, и я как бы ногами задевала, и мне было очень горячо. Но я думала, что это нормально, что он отдаёт тепло. Я знала, что... Отдаёт, но... Я знала, что это неправильно, я тебе сказала, а так я даже не знала. То есть она не должна быть сильно горячей? Нет. Ну, ладно, если что, скажу. Я не знаю, какая... Всё, минус 1,3, нормально, пронесло. Вкопово. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...